Здравствуйте, с вами Вяткин Александр и это канал Команда Груз Плюс. Сегодня я хочу сделать для вас видео обзор одного из наших объектов. Давайте сначала быстренько визуально пробежимся по нему, а потом я подробно расскажу о каждом элементе. Продолжение следует... Как вы могли заметить, на данном объекте полностью отсутствуют какие бы то ни было светильники или электропроводка на потолке. Связано это с тем, что потолки здесь оштукатурены, и заказчик изначально хотел себе скрытую электропроводку в оштукатуренных потолках. Но, как показала практика, выполнить это было невозможно, поэтому мы пришли к варианту с ретропроводкой открытым способом. О том, как это будет выглядеть, мы узнаем на чистовом этапе, который обязательно вам покажут. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Во всей квартире от каталка до выключателя заложены кофрированные трубы с проложенными в ними временными проводами на питание временного освещения. Потом эти провода будут заменены на ретропровод уже при чистовой отделке. Вся остальная электропроводка на данном объекте выполнена в стяжке пола. Проложена она в тяжелой ПВХ-гофре многим известного производителя. Тяжелая ПВХ-гофра обладает высокой прочностью. По ней можно спокойно ходить, бегать, стоять и даже прыгать. Ну и, соответственно, прокладка кабелей по полу означает то, что все распределительные коробки у нас переехали в углубленные подразделники. Даже несмотря на то, что в данном с позволения искать распределительным коробкам всегда есть доступ, соединения все равно выполнены при помощи опрестовки. Данный способ соединения максимально долговечный из всех возможных и по максимуму исключает человеческий фактор. Но когда-нибудь мы поговорим о нем отдельно. Помимо силовых линий также у нас проложены слаботочные сети, то есть ТВ и интернет. Обратите внимание, что силовые кабели проложены на определенном расстоянии от труб отопления слаботочных сетей. Слаботочные линии также проложены в тяжелой ПВХ-гофре. Все они сходятся к единой точке, где будет располагаться роутер. Туда же еще приходит питание на розетку для самого роутера. Отдельного внимания заслуживает дополнительная система уравнения потенциалов, которая является гарантией безопасности в помещениях с повышенной влажностью и должна быть обустроена в обязательном порядке. Многие монтажники забывают про нее, но этого делать не стоит. От ее наличия напрямую зависит безопасность жильцов, проживающих в квартире при аварийных режимах работы электропроводки. В будущем, пожалуй, мы обязательно расскажем про нее отдельно. Поэтому обязательно пишитесь, чтобы не пропустить. Ну и как всегда, отдельного внимания заслуживает электрический щит. Прискушаю множество комментариев, сразу скажу, в данном щите нет ничего лишнего. Продолжение следует... В современном мире никого не смущают смартфоны стоимостью под сотни тысяч рублей или автомобили ценой в несколько миллионов. Но когда люди видят полностью укомплектованный щит, начинается что-то невероятное. Друзья, подобный щит это не излишество и не развод заказчика на деньги. Он вбирает в себя все необходимое для дальнейшей безопасной и комфортной эксплуатации электропроводки. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и можете даже нажать колокольчик. С вами был Вяткин Александр и это был канал Команда Госплюс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok